Музыка Выходя замуж, эти молодые девушки не подозревали, что совсем скоро им придется давать показания. Две сестры, Сакинат и Софиат Маадовы, рассказывают про короткую, но счастливую семейную жизнь. По словам девушек, их мужья были вполне обычными молодыми людьми. Вот только по версии следствия они оказались опасными преступниками. Вполне счастливая жизнь была, хорошая. Как обычная семья. Ничего другого не было. Я не могу его прокомментировать. Это его поступок. Пускай он отвечает. Муж старшей и сестер, которой в этом году исполнилось лишь 18, Джумагильди Аджиньязов. В конце сентября этого года в составе преступной группы совершил два громких убийства участковых у полномоченных полиции. Лейтенанта полиции Рустама Качмасова, который нес службу в Кизлярском районе, и капитана полиции из Бабаюртовского района Рустама Абдулхалимова. Сама Сакинат утверждает, что не знала о преступных планах уже покойного мужа. Джумагильди Аджиньязов был ликвидирован при задержании. У пары осталась двухмесячная дочь. Родным маленькой Асии в будущем предстоит объяснить, чем занимался ее покойный отец. Пока не знаю. Будем думать. А ребенку своему что скажете, где отец? Не знаю, потом посмотрим. Отец этих девушек, Хабиб Маадов, утверждает, что ничего подозрительного в детях не видел. Выдав дочерей замуж в совсем юном возрасте, одной на тот момент было 17, а другой 15, он был спокоен за их будущее. Девочки, у которых всего несколько классов школьного образования, стали жертвами обмана, считает мужчина. Отец восьмерых детей до сих пор не может поверить в эту трагедию, которая разрушила не только его семью, но и семьи покойных сотрудников полиции. Я узнал, когда мне пришли, сказали, что их подозревают, что-то их подозревают. Вот так вот, когда мне сказали, я тогда... До этого у меня даже в мыслях таких вещей, в мыслях даже не было. Село Большая Задоевка, Кизлярский район. Вполне спокойное место, где все друг у друга, как на ладони. Глава поселения Луиза Христоева знала и убитого Рустама Качмасова, и его убийц, Аджиньязова и Ибрагимова. Последние, говорит женщина, находились в поле зрения правоохранительных органов. Оба ранее были судимы по статье 133 Уголовного кодекса Российской Федерации. На скамье подсудимых они оказались за изнасилование несовершеннолетней девушки. После осуждения, как они вышли за изнасилование, они пришли такими замкнутыми. Но плохого, конечно, они ничего не делали. Не ругались они здесь, ни с кем они не дрались. Но вот они видели, как, получается, замкнуто. Обособлено только вот они своей компанией. Больше они сюда никого не вовлекали. Но мы даже не думали, что вот у них такой был замысел. Находясь еще в тюрьме, Аджиньязов и Ибрагимов примкнули к лицам, отбывающим наказание за преступления экстремистской направленности. Освободившие стали поддерживать радикальные течения и связи с лицами, состоящими на учете в правоохранительных органах. В селе среди молодого населения стали пропагандировать запрещенные взгляды и искать единомышленников. При этом заявляли, что готовы выйти на путь войны во имя установления халифата. При этом одобрение и поддержку получали от духовных наставников. Таким образом, им удалось завербовать и других молодых людей для оказания пособнической помощи в виде предоставления продуктов питания, сбора информации о сотрудниках правоохранительных органов и выполнения различных услуг и поручений. В качестве амира этой группы был выбран Аджиньязов, который вместе с остальными подельниками придумал план нападения на сотрудников полиции с целью завладения их табельным оружием. В качестве жертвы выбрали лейтенанта полиции Рустама Качмасова. Ну, за время этого работы он показал себя очень хорошо, порядочным, культурным, ну, как интеллигентным очень. Люди наши, о нем всех до единого хорошего мнения. Ни один человек о нем не скажешь плохо. Даже сейчас не скажешь. Коллеги покойного участкового полиции показывают место убийства. Все произошло в опорном пункте участковых уполномоченных полиции. Аджиньязов и Ибрагимов, которые ранее были знакомы с Рустамом, следили за своей жертвой и знали, что тот находится на работе. В кабинете завязалась драка, в итоге ножевые ранения, несовместимые с жизнью. Завладев его табельным оружием и служебным автотранспортом, преступники скрылись в неизвестном направлении. На следующий день на федеральной автодороге Кавказ в сторону населенного пункта Новая Каса Баба-Юртовского района была обнаружена сожженная машина. Труп лежал, значит, головой к печи. И сразу же они доложили о том, что обнаружили труп Пустама Качмасова. Я тоже сразу же доложил начальнику отдела и все руководство отдела, весь личный состав выехали сюда, в данный населенный пункт. Начальникам отдела были с привлечением всего личного состава были организованы мероприятия в данном населенном пункте. И в короткое время были установлены лица, совершившие данное дерзкое, жесткое и жестокое поступление. Арслан Бековый Ислам Магомедович, 93-го года рождения. Уроженец села Большая Задовка Кизлярского района. Один из тех, кто активно пособничал бандгруппе. Сейчас признает свою вину и полностью раскаивается в содеянном. Именно он вместе с младшим братом следил за убитым сотрудником полиции, а также выполнял разные поручения бандгруппы. Они у меня спрашивали, когда он будет на работе. Я сказал им, что если машина есть на работе, он на работе бывает. Так, чтобы следить, я не следил и участковым. Так, они спросили, когда он будет на работе. Я сказал, что машина на работе бывает, есть, и он на работе. А когда вы разговаривали, вы не только участковым разговаривали или еще о ком-то разговаривали? Планы какие-то строили, какие-то, чтобы обединиться, потому что они обединились еще сотрудники, которые будут участвовать? Да, они говорили, старико они говорили, но потом чуть-чуть не этих. Ну, на этом они, так сказать, назвали его имя. И, ну, потом, как я понял, они их оставили и решили на общество, и учились. Его старший брат Камиль до недавних пор имел хорошую репутацию. Семья, двое детей, инженер-технолог нефтяных скважин. С его слов, следователям стало известно, что, будучи в Москве на заработках, Аджиньязов просматривал видеоролики экстремистского характера. По приезду из столицы он стал высказываться о том, что необходимо вести войну против власти, в том числе и против сотрудников правоохранительных органов. При этом становился агрессивнее, злее и был радикален в своих высказываниях. Убеждал в том, что нужно уходить в лес и вести войну. Своё одобрение тогда высказал и Ибрагим Ибрагимов, имам мечети в села Чентаул Кизелюртовского района. Дима сказал, что у него есть вопросы, надо ему задать вопросы. Какого характера вопрос? Ворота, а о чём он вопрос? Ну, понятно было, ажинхать, ну, а то об одобрении. Когда приехал туда, он сказал, он сказал нам, если у вас свои вопросы есть, вы зададите свои вопросы тоже. Ну, приехали, он сел, вопрос, если я делал. У меня Дима сидел, Шамиль сидел, думаю, где-нибудь, называется. Шамиль, младший брат, имам мечети и другой гурман, который знакомил нас с этим имамом мечети. Можно ли, можно ли выходить в 10-й Афистанде на джихад, воевать? И, или же надо, а, самим, или же надо найти какую-то группу и присоединиться к ней. И, насчёт группы, я не помню, что он ответил, ответил ли он вообще. А насчёт, он тихо разговаривал тоже, насчёт того, что надо выходить, он сказал, да, надо выходить. Ну, дало добрение. Иными словами, при встрече Ибрагимов разъяснил им, что на территории Дагестана необходимо организовать группу для совершения нападений на сотрудников полиции. Аджиньязв и Юсупов приняли решение убить сотрудников полиции, чтобы завладеть табельным оружием. А братья Арсланбекова согласились оказывать им пособническую помощь. В ходе расследования удалось выяснить, что никакого образования задержанный Ибрагимов не имеет, в том числе и религиозного. Остаётся вопросом, каким образом подсудимый вёл свою работу с прихожанами мечети и к чему призывал в своих проповедях. Это яркий пример того, как ложные знания могут ввести в заблуждение массу людей. И как разгул религиозного мракобещия доводит его последователей до страшных преступлений. Они сказали мне, что они собираются, чтобы уйти в лес и провести джихад. И можно ли это делать такое? И я сказал, что мы живём по закону Российской Федерации. И невозможно нам этот шариатский закон, чтобы этот был. Шамиль Юсупов последний фигурант этого уголовного дела. Его задержали сразу после совершения преступления. Он лично принимал участие в убийстве Рустама Качмасова и Рустама Абдулхалимова. Он не мог верить. Сам крутал, он был как милый амбид, но удар не слышал не было. Чуть плавал, еще несколько раз тоже ударил, но пока я ничего не занимался. Как бы ты прошел этот заехал. Тут уже отзывы лежал. Залки и калорок. Он не зависал. Следствием установлено, что в ночь с 29 на 30 сентября 2017 года в помещении участкового пункта полиции отдела МВД России по Кизлярскому району, расположенном селе Большая Задоя, Кизлярского района, Аджиньязов и Юсупов с целью посягательства на жизнь сотрудника парагринговых органов и воспрепятствования его законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности и измести за такую деятельность нанесли колото-резанную рану в область шеи участковым полномочиям полиции Качмасовым. От причинного ранения полицейский скончался на месте. После совершения посягательства они похитили табельный пистолет полицейского и неправомерно завладели служебным автомобилем отдела полиции, на котором вскрылись места происшествия. Автомобиль впоследствии был обнаружен сожженным в поле на территории Баба-Юртовского района на небольшом расстоянии от автодороги Астрахань-Махачкала. Ворота в этот дом уже давно не закрывают. Сюда приходят люди, которые знали убитого Рустама Качмасова. Его родители до сих пор не могут поверить, что их единственного сына больше нет в живых. На фото он выглядит именно таким, каким был в жизни, жизнерадостным и храбрым. Теперь эти снимки – единственное воспоминание для его дочерей и остальных членов семьи. Он 25 лет проработал там, а потом его поставили туда. Все жители радовались, как хорошо. Отец тоже работал здесь, отличный работник был. Ты тоже должен на него похож. Хорошо, что тебя поставили, а не чужого поставили. Покойный Рустам пошел по стопам своего отца. Он работал на том же участке, где 25 лет прослужил и глава семейства. На службе был принципиальным и ответственным. Говоря о гибели сына, Салтан Паша Качмасов прежде всего предостерегает молодежь от дурного влияния со стороны. Я сам работал в органах. Именно участковым я работал 25 лет. И я учил его, как поступил на эту работу. Я учил его, как обращаться с людьми, вежливости, чтобы он в группу не обращался. И вот он всегда, то, что я говорил, он на себе это самое воспринимал. Он, во-первых, очень любил свою работу. Он настолько... Он был принципиальным действительно сотрудником. Что еще могу сказать? Он никогда не опаздывал на работу. Он настолько... Я говорю, очень добросовестно относился к работе своей. Он болел своей работой. Он считал, что раз пошел работать в органы, что надо... Вот и... Ну и присягу действительно держать. Вот раз он слово дал, присягу принял. И до конца, до последних дней своих он этому следовал. Это не просто высокие слова там или еще что-то. Он действительно на самом деле был таким. Это вот раз. А во-вторых, он был очень хорошим братом. Он был очень хорошим сыном. Он всегда приходил к нам на помощь, как только надо было. Никогда ни в чем он никому не отказывал. Начиная с меня, моя семья является милицейской семьей. И раз погибший Рустам тоже работал в милиции. Молодежи, которые поступают в наши ряды, предлагаю, не боясь работать, делать свою работу, продолжать работать над преступностью и не оглядываться, не бояться сослучившимся вот с нашим братом, с другими детьми, с другими братьями. Родные Рустама Абдулхалимова утверждают, что врагов у него не было. На обслуживаемом участке в родном Бабаюртовском районе капитана полиции очень уважали. У покойного сотрудника полиции осталось трое детей. Старшая дочь учится в ВУЗе, младшие – в школе. Люди тоже довольные были за то, что он честно работает все время. Он такой честный был, все делал. Ответственный такой был он всегда. И с детства таким был. Все время и дома помогал, и все делал везде, успевал везде. Минута сидеть он не мог. Убийство произошло прямо перед домом Абдулхалимова в селе Ибрагиматар. Строение находится на окраине поселения. Здесь же глубокий ров, откуда преступники вели слежку за своей жертвой. 30 сентября в 8 часов вечера Абдулхалимов вернулся домой после службы. Узнав преступников в лицо, по ранее полученной ориентировке, сотрудник полиции попытался их задержать. Однако Джиньязов произвел выстрел в спину Абдулхалимова. Ранение оказалось смертельным. Он поставил машину и вышел из машины. И в это время трое преступников подошли с лесного массива и ожидали его тут. Достаточно длительное время. И после этого произошла схватка между одним из преступников и покойным Абдулхалимовым Рустамом. Во время пилотной борьбы подходит второй преступник и стреляет в спину. Они тут же бросают его. Ничего не забрали. Он падает сюда в обрыв. На звук шума выбегает супруга. 30 сентября 2017 года в селе Ибрагима-Тар Бабаюртовского района тот же Аджиньязов, Юсупов и Ибрагимов из пистолета произвели выстрел в спину участковую полицию Абдулхалимову, который, от причинного днестрельного ранения, скончался при доставлении в больницу. Ибрагимов и Аджиньязов впоследствии были ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов при оказании вооруженного сопротивления во время их задержания. Раследование уголовного дела в отношении Юсупова продолжается. Раненого Абдулхалимова не успели довезти до участковой больницы. Он скончался по дороге в медпункт. Позже экспертиза доказала, что изъятая из тела убитого пуля была выпущена из похищенного пистолета Макарова, принадлежащего убитому коллеге Рустаму Качмасову. Для поимки опасных преступников были брошены все силы полиции ОМВД России по Кизлярскому району, ориентированы весь личный состав отдела, а также все городские и районные органы МВД республики. Проведен подворный обход в селе Большая Задоевка с целью получения оперативной информации. В ходе поисковых мероприятий был допрошен почти каждый житель села. На следующий день сотрудникам полиции МВД республики и Федеральной службы безопасности удалось поймать опасных преступников. При задержании оба были ликвидированы. Шамиля Исупова задержали через пару дней. Сейчас он дает признательные показания. Его будут судить по всей строгости закона, как того заслуживает каждый, кто решил вступить в ряды террористических организаций, запрещенных на территории России, и вести борьбу, прикрываясь ложными идеями религии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова